Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Трагически закончилась поездка в соседнюю деревню для жителей населённого пункта Карповка Лоевского района. Взяв трактор отца, 26-летний парень в 7 вечера поехал в деревню Кашевое, но ни вечером этого дня, ни на утро следующего домой так и не вернулся. Сельхозтехника также пропала. Тревогу забил младший брат, сообщивший об этом в милицию. Следственная оперативная группа, выбывшая на поиски без вести пропавшего, в 200 метрах от деревни Подреческое обнаружила трактор, лежащий на боку в Днепре. Сегодня к поиску подключились водолазы. Водолазы Гомельской областной организации «Освод», в частности Лоевской спасательной станции, приступили к поисковым работам в акватории реки Днепр. В настоящее время готовятся к спуску и изучению соответствующей обстановки. После этого будут приниматься меры по ликвидации последствий этого происшествия. При первом погружении тело мужчины было обнаружено в кабине трактора. Труп доставлен в морг. Судебным медикам предстоит определить точную причину смерти и выяснить, употреблял ли мужчина спиртные напитки. Районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Два человека получили травмы различной степени тяжести, попав в ДТП на минувших выходных. В речице 47-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», на перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Хюнде Акцент», водитель которого двигался по главной дороге. В результате находившаяся в корейском автомобиле 51-летняя женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпущена домой. Днем ранее в Светлогорском районе на автодороге Бобруйск-Мозырь-Граница Украины пострадал 23-летний водитель. Водитель на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего съехал в Кювет, где опрокинулся, был доставлен в больницу. Примечательно, что молодой человек ранее был лишен права управления всеми видами транспортных средств сроком на три года. В Ельском районе на пожаре погиб человек. Сообщение поступило в субботу днем. В деревне Жуки в горящем доме на полу в коридоре звено газодымозащитной службы обнаружило труп хозяина. Пожар ликвидирован. В результате в комнате огнем повреждена кровать, постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. В Гомельском районе недалеко от перегона Кореневка-Лисички произошло ЧП. Поезд сбил человека. На пути пассажирского состава Новоалексеевка-Минск оказался 40-летний житель поселка Юбилейный. Мужчина скончался на месте происшествия. Задержки в движении не произошло. Проверку проводит следственная оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.